Доброе утро с новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о военном призыве в регионе, как наказывают за несоблюдение масочного режима в транспорте Новосибирска и об уборочной кампании в области. На военную службу в армию призовут почти 2000 человек из Новосибирской области. Первую партию новобранцев отправят в войска уже 16 октября. Особенностью осеннего призыва, как и весеннего, являются условия, связанные с проведением профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Напомню, осенний призыв начался с начала октября и продлится до конца года. Отбор новобранцев ведется во всех районах Новосибирской области. Сотрудники регионального Минтранца совместно с представителями Роспотребнадзора провели рейд в общественном транспорте Новосибирска. Искали пассажиров, не соблюдающих масочный режим. Комиссию сопровождали сотрудники полиции и госавтоинспекции. Тем, кто просто не надел или забыл взять маску с собой, выписывали предупреждение. А вот на тех, кто категорически отказывался надевать средства индивидуальной защиты, составили протоколы. Таким пассажирам грозят штрафы до 2,5 тысяч рублей. Жители Новосибирской области в большей своей массе понимают всю важность момента, понимают, что в период самоизоляции необходимо соблюдать масочный режим. Есть отдельные граждане, которые не хотят соблюдать. Ну, это единицы. Автобус для пенсионеров в декаду пожилого человека предоставит депутат Горсовета от партии ЛДПР Инна Ильиных. Напомню, в эти дни пожилым людям можно совершенно бесплатно посетить Новосибирский зоопарк. Эта акция действует для всех, кто достиг пенсионного возраста и продлится до 25 октября. Депутат от ЛДПР предлагает добраться до зоопарка на комфортабельном автобусе. Место сбора улица Борисово-Годково, 201. Дата 8 октября. Всем, кто желает присоединиться к экскурсии, нужно позвонить по телефону плюс 7 993 014 54 87. В Сдвинском районе продолжается уборочная кампания. Работы еще много. В Приозерном, несмотря на повышенную влажность почвы и зерна, ведут обмолот пшеницы. И не специалисту видно, это пшеничное поле созрело. Места без стебли от тяжести колоссев полегли. Но молотить такую пшеницу, говорит Юрий Кондратьев, одно удовольствие. Восьмитонный бункер набирается за два десятка минут. Хотя работать на этой пашне непросто. Трава зеленая, зелени много. Ну а в основном земля сырая, гребет. Не разгонится. Зерно, да, с утра влажность, что сырое. Потише ходим. Потом подсыхать, получше. Овес, горохи, шмин, соя, рапшеница. Около 7 тысяч гектаров посевов уже убраны. Если бы не погода, Виктор Утюпин уверен, обмолотили все девять. В поле работают восемь современных комбайнов самоходной жадки. А если случаются проблемы, решаются быстро. Бывает из-за колеса, бывает из-за тяги в наклонной. Ну много всяких таких нюансов. Но это быстро решается, да. То, что у нас инженерная служба нормально работает. Обзвонили, привезли и все. В Приозерном самая высокая урожайность в районе. Больше 22 центнера с гектара. Могло и больше быть. Даже в этот непростой год, говорит Павел Герман. На одних полях набирает около 40, а на других 15. Как оказалось, все дело в зябе. Самая была большая ошибка по этому году – качество ее обработки. То есть была вспашка неравномерная. Весной баранование. Ну, на баранование вышли вовремя. Но, опять же, из-за неровной пахоты получилось так, что не могли качественно посеять. И почва в каких-то местах высохла. В Сдвинском районе остаются неубранными 3,5 тысячи гектаров. Очень затягивает в этом году уборка технические культуры. Плохо поддается уборке лен, рапс. Поэтому техника… Вроде наличие комбайнов у нас есть. После дождей вся трава выросла. Поэтому, когда начинают молотить этот лен, он получается кашей. Не получается убрать. Надо, чтобы прошел заморозок какой-то посильней, чтобы убил вот эту траву свежую. И тогда уже будут молотить. Аграрии уверены, все, что выросло в поле, будет убрано. Галина Распопина, Сергей Шевченко, Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram OTS нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро с новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему в Новосибирской области завоют сирены, какую проверку устроят школьникам региона и какую акцию организовали для новосибирских пенсионеров. В Новосибирской области пройдет комплексная проверка системы оповещения населения. Граждан просят не волноваться и продолжать заниматься повседневными делами. Сегодня с 10.30 в регионе кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители. Кроме того, после трех часов дня прервется теле- и радиовещание специальным сообщением о проверке систем оповещения. Такая же информация появится на видеоэкранах в метро, аэропорту, торговых центрах и площадях. Дополнительную проверку качества образования десятиклассников проводят в школах региона. Связано это с тем, что в конце учебного года учащиеся девятых классов государственную итоговую аттестацию не сдавали. Цель диагностических работ, которые 6 октября начнут писать ученики десятых классов, выявить, какие пробелы могли возникнуть за период дистанционного обучения, на чем нужно дополнительно потрудиться, как скорректировать рабочие программы. Больше 16 тысяч обучающихся будут сдавать русский язык и математику. Среди массовых предметов общество знания 42%, информатика 16% и география 14%. Писать работы будут в своих школах. Задания зачислены специальными QR-кодами. Если их выложить в сеть, то легко будет определить, какой участник и из какой школы опубликовал информацию в интернете. Министерство образования региона не рекомендует выставлять журнал отметки по результатам этой проверки. Автобус для пенсионеров в декаду пожилого человека предоставит депутат Горсовета от партии ЛДПР Инна Ильиных. Напомню, в эти дни пожилым людям можно совершенно бесплатно посетить новосибирский зоопарк. Эта акция действует для всех, кто достиг пенсионного возраста и продлится до 25 октября. Депутат от ЛДПР предлагает добраться до зоопарка на комфортабельном автобусе. Место сбора улица Бориса Богаткова, 201, дата 8 октября. Всем, кто желает присоединиться к экскурсии, нужно позвонить по телефону плюс 7-993-014-54-87. В одном из сел Тагучинского района открыли памятник летчикам. Мемориал посвящен тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны. С подробностями Александр Шпак. На маленьком кладбище у братской могилы собрались диргаусовцы. Открывают мемориал. Погода сегодня такая же, как и 78 лет назад, когда в небе над селом промелькнули три военных самолета и сгинули в глухой тайге. Эту историю в селе знают даже школьники. Это важно. Это мы должны чтить, мы должны помнить, несмотря на погодные условия. Местные рассказывают, по сибирскому небу в годы войны крылатые машины шли на фронт. В злополучный день октября 1942 года три самолета из-за непогоды сбили с курса. Евгений Васильевич видел один из них. Тот, что упал возле села Желтоногово. Рассказывает. Сидел на уроке математики, вдруг услышал страшный гул. После звонка побежал смотреть. Он летел, значит, и наткнулся на осину. Тут недалекый лесок был. На осину. Осину сломил и носом тут упал. Экипажу повезло. Оба пилота выжили. На телеге пострадавших отвезли в Токучинскую больницу. Еще два самолета упали в тайгу. Один нашли сразу, другой как в воду канул. Долгие годы он лежал под плотными верхушками сосен. Обнаружили самолет только через 20 лет. В 1962 году останки летчиков лежали под слоем старой листвы и травы. Деревья поросли сквозь тела кости. Их диргоусовцы извлекли и как родных односельчан похоронили на своем кладбище. Сделали монумент с красной звездой. Ухаживали за ним из года в год. Но от времени он покосился и поржавел. Каждую осень приходили возложить цветы. В этом сентябре собрались уже возле нового памятника. Любопытный факт. Когда в 1962 году в глухом лесу диргоусовцы обнаружили пропавший самолет, он был разграблен. Мародеров так и не отыскали. Возможно до сих пор в каком-нибудь подвале пылятся личные вещи и оружие погибших пилотов. Александр Шпак, Александр Егоров. Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Новости ОТС. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как можно сэкономить на проезде в транспорте, какие машины стали чаще приобретать жители региона и где в области появилась бардовская студия. В наземном транспорте и метро Новосибирска можно ездить со скидкой. Ее предоставляют пассажирам, которые оплачивают услугу перевозки бесконтактной картой МИР. Акция уже началась и продлится до конца года. Сэкономить на проезде жители и гости города могут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, а также в метрополитене. Скидка составит 6 рублей. Напомню, в Новосибирской области также действует льгота на проезд в электричках. Билет за полцены могут приобрести школьники и студенты. Такая возможность у них есть до 15 июня. Кроме того, бесплатно весь учебный год могут ездить сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В сдвинке благодаря программе «Комфортная городская среда» приводит в порядок территорию возле одного из домов, а именно асфальтируют дорогу, устанавливают новое освещение, лавочки и многое другое. На эти цели планируют потратить более 2 миллионов рублей. Подробности у моих коллег. Территория возле дома преображается буквально на глазах. Жители очистили двор, дорожники сделали разметку, зеленая зона, тротуар, проезжая часть. Так как у нас проекты не предусматривают отметок, мы просто увязали дом с теми тротуарами, с выходами из дома, где уже есть асфальтобетон, с крылечками. То есть, чтобы было, как бы увязали, чтобы было более-менее ровно и были уклоны водоотвода. В эти дни работа кипит. Устанавливают бордюры, работает поэтапно, учитывая особенности территории. На площадке несколько единиц техники. В замкнутом пространстве выручает малогабаритное. Денис Деникин и щебень подвозит, и бетон замешивает. Работаю на нем, наверное, третий сезон. Уже привык. Его размеры понимаю, нормально справляюсь. Не первый дом делаем, то есть уже какие-то эскизы в голове есть. Местные жители с прошлого года готовились к таким переменам. Мы ждали этого давно и просили давно облагородить наш дом. Потому что мы всегда садим цветы, у нас хорошие цветники. А двор был в таком состоянии, что все это даже не смотрелось. Двор дома 32 по улице Калинина – это четвертая площадка в Сдвинске, на благоустройство которой выделены деньги по программе «Комфортная городская среда». Для людей хотелось бы, чтобы было все комфортно, качественно и сразу. Но в силу, опять-таки, повторюсь, финансирования, мы можем только благоустраивать одно. Поэтому мы планируем таким образом, чтобы на следующий год следующий дом попал в данную программу. И в совокупности, естественно, все это смотрелось качественно и красиво. Также здесь установят фасадное освещение, скамейки, урны. А жители дома уже планируют обустраивать цветники. Ксения Петренко, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости УТС. Жители Новосибирской области стали чаще приобретать поддержанные машины. В третьем квартале текущего года по сравнению со вторым продажи автомобилей с пробегом увеличились на треть. К такому выводу пришли аналитики сервиса Авито. В Новосибирской области первое место среди самых востребованных марок заняла «Тойота» со средней ценой 330 тысяч рублей. На втором месте – «ВАЗ», на третьем – «Ниссан», на четвертой позиции – «Хонда», а на пятой – «Митсубиши». Любители авторской песни приглашают на концерт-презентацию новой студии бард-клуба «Гитара по кругу». Услышать песни под гитару можно будет в селе Ленинское в ближайшее воскресенье, начало в 17.00. В новой студии будут не только проходить концерты разных исполнителей, а новосибирцам удавалось организовать в этом селе даже выступление такой звезды, как Геннадий Гладков. У бардов есть еще одна задача – они будут обучать игре на гитаре местных подростков. Первое знакомство – воскресенье. Все это будет происходить в совхозе морской, в праздничном зале. Там даже есть точный адрес – 50 лет октября, 34. Мы приглашаем на концерт-презентацию, чтобы, с одной стороны, услышать, о какими песнями мы будем учить наших учащихся, и, с другой стороны, рассказать о принципах работы, о том, что их ждет. Автобус для пенсионеров в декаду пожилого человека предоставит депутат Горсовета от партии ЛДПР Инна Ильиних. Напомню, в эти дни пожилым людям можно совершенно бесплатно посетить новосибирский зоопарк. Эта акция действует для всех, кто достиг пенсионного возраста и продлится до 25 октября. Депутат от ЛДПР предлагает добраться до зоопарка на комфортабельном автобусе. Место сбора – улица Бориса Богаткова, 201. Дата – 8 октября. Всем, кто желает присоединиться к экскурсии, нужно позвонить по телефону. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram OTS нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok